Всем привет земляне! Будем мы говорить о фонаре Skyray 1JC8. Это сразу я скажу бюджетный дальнобойщик, поэтому кто хочет дальнобой 15$ 1JC8 и вы имеете дальнобой метров до 200 в таком вот раскладе. Теперь о корпусе. Анодированный алюминий, ну как у всего Китая. Здесь такой небольшой радиатор видимо. Насечки на корпусе нет, накатки нету, точнее накатка имеется на кнопки, на хвостике. Не грубая, не мягкая, просто удобная накатка. По анодированию, заметьте, имеются вмятины, анодирование достаточно хорошее, мне понравилось. Теперь буду еще настроить зум, я вам все покажу. Вот видите, есть вмятина, но анодирование не стерлось, что-то фокус сегодня не хочет работать. Что-что такое? Друзья, что-что такое-то? Китай не хочет работать. Так, есть, смотрим, да, вот есть вмятинка. Анодирование не стерлось, то есть я считаю это достаточно-таки хорошее анодирование. Хотя в других местах на голове, вот, удары об камень, там были какие-то об железо, есть, анодирование вытирается. Вот есть коцки такие небольшие, где, в принципе, тоже анодирование целое, то есть такая вмятина существенная, но анодирование не ушло. По корпусу все, у них у всех корпуса, в принципе, алюминий. Что о нем еще можно сказать-то? Алюминий, он и есть алюминий. Давайте перейдем к диоду. Диод здесь старенький достаточно, Q5, 230 люмен честных, выдает, скажем так, стеклышко. Уплотнительная резинка зеленая, света накапливающая. Кнопочка тоже накапливает и светится в темноте, даже если вы ее никак не освещали, она все равно в темноте бледно-зеленым освещает. Так все вокруг, то есть можно его найти. На хвосте он не стоит, потому что кнопочка выпирает. Видно, да? Ни хрена не видно. Я думаю, что ж сегодня такое с зумом-то, со всем этим. Вот, отлично. Вот как видно, как она предательски выпирает, из-за этого на хвост его нельзя поставить. Для кого-то минус, для кого-то плюс. Кто-то мастырит как-то там хитро на хвост их ставит, кто-то забивает на все это. Есть ремешочек, для меня ремешочек очень важен, потому что у меня фонари иногда из рук вылетают куда-нибудь и падают. Поэтому ремешочек это хорошо. Давайте пробежались мы по корпусу. Так, рефлектор гладкий, очень глубокий. Рефлектор сделан из какого-то пластика. Ну, давайте начнем с хвоста и пойдем дальше. На хвосте мы видим две резиночки, тоже светоотражающие, ой, отражающие, накапливающие. Зачем они тут внутри такие, я не знаю, но тем не менее есть. Широкий такой минусовой контакт, такой огромный, очень тугой довольно. И ход у него небольшой, поэтому защищенные аккумуляторы сюда использовать нужно с предосторожностью, потому что может просто он их продавить, ихнюю плату. Ну, такие вот китайские защищенные аккумуляторы входят нормально, без проблем. И нареканий не вызывают. Резьба, что тут о резьбе можно сказать. Резьба, вот вы видите, она вся в черни. Здесь использовался, ой, секундочку. Здесь использовался LMX Castrol и давно не менялся. И вот такая черень образовалась. Но это, как мы выяснили из тестов, это нормально. Ход от этого не изменился. Ходит мягко, закручивается, откручивается без всяких нареканий. Все классно с этим. Ход спот. Ну, сейчас мы к нему придем. Давайте посмотрим голову. Давайте посмотрим голову. Ох. Здесь резиночка и стеклышко. Скорее всего, это пластик тоже какой-то. Отражатель. Секундочку. Отражатель, да, отражатель с пластика. Очень легенький. Собственно, диод сам. Ох, неудобно же смотреть через объектив на то, что вокруг. Ладно. Что-то там я пальцем ткнул, похоже, замарал. Здесь тоже резиночка уплотнительная. Потом разберу все, почищу. Закручиваем. Тоже накапливающая зеленая такая ядовито-кислотная. Зачем они внутри? И здесь тоже такая же. Такая вот просто удача какая-то. Везде зеленые резиночки. Вот такой вот диод. Q5. Попробую близко его показать. Но, по-моему, что-то не получается. Фокус, вот, да. Многие могут по диоду определить, что это за диод. То есть, по внешнему виду. Вот так вот. Для них я это и показал. Вкручивается он в тушку. Просто так вот на ура. Плотненько. И плавно тепло распределяется. То есть, перегрева не предвидится. Также можно регулировать вот этим вот вкручиванием, либо выкручиванием ширину пучка, длину. Ну, не прям там очень сильно. Но немножечко можно. Для кого-то это будет интересно, к примеру. Также можно там его вывинтить очень сильно, чтобы вошел там защищенный аккумулятор. Но это все надо экспериментировать. Потому что может не хватить. Для меня он может упереться и не закрутиться. Драйвер здесь, скорее всего, Direct Drive стоит. Потому как он светит часа 4-5. И после плавно затухает. Ну, во все это время. То есть, на ночь. Без света не останетесь. Давайте перейдем. Режим здесь один. Кнопка обычная, не тактическая, как их называют. То есть, нажали, она включилась. После щелчка. Как включается, так и выключается. Ходспот очень четкий, очень узкий луч. Такой вот дальнобой метров на 200. Я думаю, гарантированно где-то он бьет. Приятно. Хоть и малолюмен. Хоть и диодик старый. Но глубокий, гладкий рефлектор. Просто отлично все это тут. Работает он. За счет этого рефлектора. Довольно таки хорошо. Далее, далее. Режим, я уже сказал. Здесь один. Поток такой вот. Есть, конечно, косячки. Бывают кольца, то есть, концентрические. Такие здесь сейчас незаметно. Но они есть. То есть, верьте мне. Они есть. И это не хорошо или плохо. Это просто Китай. И за 15 долларов, что он стоит. Но эти кольца просто не так уж и заметно, скажу так. Особенно учитывая, что это дальнобой. По режимам. Для кого-то один режим это огромный плюс. Для кого-то минус. Тут каждый решает сам. Но кому-то просто нужно включил. И вот тебе максимум. И не надо ничего переключать. Другие режимы выключил и все. Возможно, автомобилистам такой фонарь пригодится. Охотникам, рыбакам. Тем, для кого нужен один режим. И вот максимально мощный. Хотя автомобилисты тоже разные. Некоторым надо другие режимы. Плюс еще дополнительные. Но я считаю, такой фонарь. Он стоит этих 15 долларов. Более чем. И те, кто ищет себе, знаете, дальнобой какой-то. Но не может позволить, ввиду высоких цен, бренды. То стоит обратить внимание на вот этот Skyray 1JC8. Потому как, ну, я для себя вот его открыл, что это отличный фонарь по цене, качеству. Да, он не такой уж и новый, как сейчас выходят разные фонари. Но свои деньги он отрабатывает более чем. Выполнен он в удобном корпусе. Хорошо выполнено охлаждение. И никаких там негативных моментов у него таких сильных нет. Есть косяки, давайте о них. Косяки заключаются в чем, что после смазки, если вы неплотно закрутили фонарь, то он может просто-напросто не включиться. Сейчас покажу. То есть там вроде, оп, все, закрутили. Но, как назло, сейчас все работает. Но иногда такое бывает. То есть после смазки желательно, ну, сильно не нужно, то есть перетягивать это. Это, естественно, не нужно. Ну, немножечко до разумных пределов нужно. И не забывайте вот вытирать минусовой контакт вот здесь по окружности. Потому что он должен касаться с кнопкой. И если просто тут у вас будет смазка намазанная, то он будет выступать как диэлектрик. В зависимости, конечно, что и чем вы мажете. Ну, у меня силикон и LMX. О, видите, да, вот сейчас я такой включаю, выключаю. Да что ж такое, что ж такое. Просто, просто где-то, где-то опять-таки не докрутил, не дожал контакты где-то убрал. Ну, вот такой вот косячок есть. Причем я его сразу не заметил. Я его заметил после того, как начал мазать. И, в принципе, пробовал и сильно мазать, и обильно там, и не сильно. Но иногда встречается. А, ну, это в голове. Вот. В голове не контакт у нас был. То есть, вот я его разобрал сейчас он, да. И вот все руками здесь заляпал. И смазка вот эта вся тоже вся заляпалась. Вот это вот. Все я покрутил. А намазал я хорошо от души. Не жалко было. И поэтому, ну, все сделал. Вот, на этот вот косячок мелкий стоит учитывать. Ну, я так думаю, он есть не только у вот этого фонаря. Он у любых китайцев, да и не только китайцев, бывает. Потому как контакты, вроде как мы их мажем, чтобы резьба ходила нормально. Но эта же резьба является и проводником. Поэтому везде нужен разумный, то есть, предел. Вот, какой-то. Я думаю, все рассказал о нем. Вот, фонарь замечательный. Дальнобой. Еще раз скажу. Я не жалею вообще, что я его взял. Он себя оправдал не один раз. На самом деле. И, конечно же, это не какой-то мега там яркий луч там прожектор, который режет там все вокруг. Но он и стоит, вы меня извините, гораздо меньше. Вот. Поэтому, друзья мои, кто желает дальнобой однорежимный и находится в выборе, стоит ли ему брать какой-то дорогой и удовлетворит ли его вообще, то есть, потребности он, стоит ли это денег таких больших. Попробуйте, вот, Skyray 1JC8. Я вас уверяю, даже при наличии дорогих фонарей, вы все равно будете пользоваться им. Потому что, вот у меня, то есть, происходит именно так. При наличии брендов дальнобойных, я все равно большую часть почему-то пользуюсь Skyray вот этим. И мне его мощности хватает за глаза. 200 метров для себя, я так понял, что, в принципе, куда еще больше. Ну, по фонарю все. Я думаю, если какие-то вопросы есть, задавайте, пишите в комментариях. Может быть, у кого-то он есть и тоже он им пользуется. И тоже скажет, да, ребята, это классный фонарь, действительно. Нравится, если ставим лайк, подписываемся, делимся с друзьями. Возможно, информация интересна будет и им. Все, всего доброго, пока.